Постпанк. Для меня это всегда было чем-то американским, сложным, грязным и неинтересным. И лишь недавно я узнал о так называемом советском постпанке, о думерах и целом ряде коллективов, которые существуют и процветают в этом жанре и по сей день. А поскольку на дворе нелегкие времена, то пришло время и мне разобраться в этом жанре. Привет, меня зовут Артём и сегодня мы напишем постпанк-песню в лучших традициях советского и постсоветского времени. Найдём аккорды, мелодию, выберем инструменты и так далее. Поехали! На мой взгляд, думерский, он же советский постпанк, выделяет грустная атмосфера, гитары, играющие восьмёрками с огромным количеством ревера и дилея, электронные барабаны, малое количество инструментов, низкий вокал с ревером и гаражное сведение. Вообще, мне стало понятно, почему этот жанр пользуется такой популярностью у начинающих музыкантов. Ведь он не требует больших усилий. Не надо уметь хорошо играть на инструментах, придумывать сложные мелодии, не обязательно хорошо петь и не обязательно хорошо сводить. То есть крайне низкий порог входа в музыку через такой жанр. Если Виктора Робертовича можно отнести к постпанку, то мне очень нравится песня «Спокойная ночь». Она цепляет буквально с первых аккордов благодаря Каспаряну. Поэтому я попробую отталкиваться от неё. Я выбрал схожий темп и посмотрел, какие аккорды использовались в данной песне. Увидев, что основа это ля минор, собственно, ничего удивительного, а дальше идёт развитие на джазовых расширениях, я решил ради интереса пообщаться с нейросетью, чтобы она предложила мне аккорды. Общаться с чат GPT я решил на английском, так как это её родной язык, и ответы будут более корректными и быстрыми, особенно в часы пиковой нагрузки. После получаса общения и проб мне получилось выпытать у нейросети интересные аккорды для нашей песни. В куплете ля минор 7, ре 7, соль мажор 7, до мажор 7, в припеве фа мажор 7, соль мажор 7, видимо, до мажор 7 и ля минор 7. Везде семёрки. Видимо, это счастливое число для этой нейросети. Кстати, сейчас я работаю над большим видео, в котором подробно расскажу, как написать действительно хорошую песню при помощи нейросети. Так что подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить. Если мы знаем аккорды, значит мы знаем ноты, которые в них используются. Теперь остаётся лишь наиграть мелодию, используя эти ноты. Ставим наши аккорды на повтор и пытаемся играть что-то внутри них восьмёрками, пока не получится что-то лаконичное. Либо, как я говорил в одном из прошлых видео, просто прописываем любые ноты, а потом смотрим, во время какого аккорда они звучат и какие ноты есть в этом аккорде. И меняем нашу мелодию, чтобы она ходила только по этим нотам. Надеюсь, понятно. То же самое делаем и на припеве. Следующим шагом я решил прописать барабаны. Они у нас максимально простые, как и у большинства песен в этом стиле. Главное, чтобы звук был заметно искусственным, в стиле 80-х. Я вот нашёл такой пресет. 80's Lean Drum. Чтобы как-то подчеркнуть переход от одной части песни к другой, я в конце квадрата добавил простенькую сбивку по томам. А в начале следующего квадрата – тарелки. Хай-хэт прописал тоже максимально просто, без какой-либо живости, так как всё должно звучать электронно. Следующий этап – это написание баса. Выбираем обожаемый мною Shredditch Precision Bass, находим нужный пресет и выбираем атаку медиатором. Берём основные ноты наших аккордов, то есть ля, ре, соль, до, и пишем их восьмёрками. Но, как я всегда говорю, чтобы не впадать в примитивизм, добавляйте небольшое выхождение между этими нотами, чтобы была динамика и интерес. Вот партии прописаны, и теперь ради экономии ресурсов компьютера я перевожу это всё в аудиофайл, с которым в дальнейшем и буду работать. А дорожку с виртуальным инструментом замораживаю и убираю с глаз долой до поры до времени. Теперь, наконец-то, переходим к гитарам. Выбираю свою любимую Shredditch Stratus и переносим соло-партию с пианино на гитару. Звучит высоковато, поэтому опустим на октаву. Чтобы партия звучала более плавно и естественно, необходимо увеличить продолжительность звучания некоторых нот. Проделываем это со всеми партиями соло-гитары. Если вам интересно узнать больше об этом инструменте, то как раз в предыдущем видео я его подробно рассмотрел. И бас-гитару тоже. Ссылка в описании. Переводим нашу партию в аудиофайл для дальнейшей работы. И теперь на этот сырой звук мы накидываем BIOS FX и все звучит как нам надо. Конечно, сразу ничего не звучало так, как мне нужно. Пришлось покопаться в плагине, в пресетах, в преампах, в примочках. Что еще на поесть? Поэтому, если вам интересно узнать больше об этом гитарном плагине, то обязательно напишите мне об этом в комментариях, и я сниму отдельное видео. И вот наш трек теперь звучит так. Неплохо, но чего-то не хватает. Еще одной гитары. Но в этот раз боем. Для этого переносим наши аккорды с пианино на дорожку Shred H3. И расставляем ноты в таком порядке, в каком они располагались бы на настоящей гитаре при зажатом аккорде. Ну или хотя бы стараемся их так расставить. После чего прописываем страмминг как нам нужно, и вот теперь можно переводить эту гитару в аудио. Также накидываем BIOS FX и подбираем нужный звук. Лично мне для полноты аранжировки не хватает пэда, поэтому я возьму Serum. У меня там как раз классные подборки пресетов с синтами 80-х. Таким образом, наша аранжировка готова. Осталось записать вокал и по-гаражному свести. Текст я напишу какой-нибудь очень простой, буквально примитивный. Не в обиду жанру, а просто чтобы не тратить на этот черновой эксперимент слишком много времени и усилий. Результат вы услышите в конце видео. Ребят, я очень надеюсь, что это видео было для вас полезным и интересным, и вы не забудете поставить лайк и подписаться на канал. Пак с синтами и сам трек я выложу на густе, так что если вам интересно, обязательно зацените. А заодно можете поддержать канал. Все ссылки в описании. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Сделали домов, как холодные скалы, Опустили мгновенно все твои кинозалы. Я иду по проспекту, или мне это снится, Я хочу отдохнуть, или лучше напиться. Я пробил здесь не раз, протирая подошку. Этот старый подъезд все так же заброшен. Этот двор мне знаком с момента рождения. Я влюблен в этот миг, без всяких тень и сомненья. Все пройдет, как дым растает день. И мы с тобой шагнем в этот новый день. Все пройдет, как дым растает день. И мы с тобой шагнем в этот новый день.